Добрый вечер! На сегодняшнем посажении Гарвы-Канкама. С начала года областным центром проверили 738 объектов. Харшовый шлях является одним из основных способов передачи острых кишечных инфекций. В этом году подобные хворобы зарегистрованы у семи работников гандлю и громадского харшаванья. Однах частей в итогах захворывания заявляются не сами люди, а то и как наладжена праца в крамах и кафе. А мальтры тонны неякосной продукции изнашли в этом году сопрационники санитарных органов в гомельских объектах. За порушение законодавства до отказности протягнули 575 физичных и 26 юридичных особ. Что тышится видом самих порушений в гомельских гандлю и объектах громадского харшаванья, то и они характерны как для инших населенных пунктов в области, так и для республики в целом. Это неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объектов, это истекшие сроки годности, реализация продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность, это нарушение правил личной гигиены. Податковая инспекция Гомельской области означала 25-ти годы дня створения ведомства. Урошистые мероприемства с этой на годы отбылося у громадско-культурных центров. Юбиляры не только принимали веншование, а и вели размову про актуальные задачи, которые стоят перед ними на существенном этапе. За короткий период с податковой службой прошла шлях от становления до одного из ключевых державных ведомств. От его работы залежит наполняльность бюджету, означает выплаты заработков и пенсий, финансование адукации, охоты здоровья, социальных программ. Доля Гомельской области в формировании республиканского бюджета складает больше за 10%. Платильщиками податков заявляется коля 48 тысяч субъектов господарания и свыше 418 тысяч жихоров региона. Податковая инспекция нашей области на протягу 10-ти годов неодноразово прознавалась лепшей у республицы. Заслуги супрационников отзнашены и селита, порушением грамот, подзяг и знаковы датника. Веншаванье шарговалися с музычными номерами. Одным из самых ярких стало выступление Евгении Крохиной. У недавним минулым сопрационницы областного аппарата податковой инспекции. В этот день я хочу поздравить всех наших коллег, всех наших ветеранов с нашим профессиональным праздником. Еще раз подчеркнуть, что в обществе это очень важная и нужная профессия. Может быть, порой не все нас воспринимают однозначно. Кто-то нам завидует, кто-то нас не любит. Но мы делаем большое и важное дело в государстве. Мы обеспечиваем финансирование государственных программ. Сегодня в Беларуси стартовал черговый этап уступной кампании. Початок приема документов у ВНУ. В обовязковом списке пашпорт, школьный аттестат, сертификаты централизованного тестирования, так само меддаветка и заява. Тяж, у кого по уважливой причине не отримается прости особиста, смогут дорушить это доверенным особам. Подать документы на бюджетные месяцы можно до 15 липеня. У платников часу крыху больше, по 2-го жнивня. И только для завошников сельгазпрофилю термины установлены с 1 по 30 листопада. А вот у абитуриентов силовых и творческих ВНУ напереде еще внутренние уступные экзамены. И они пашнутся 16 липеня. Поколь одни абитуриенты идут подавать документы у ВНУ нашей краины, иншие протягивают свое знакомство с высшими научальными установами областного центра на хвалях Радоя Гомель+. Сегодня в студию программы «Задай питание уладзе» запросили ректора Гомельского державного медицинского университета Анатолия Лизикова и отказного секретара приемной комиссии Дмитрия Радько. Под час промога эфиру яны отказали на актуальные пытания, які цікавили Радоуслухачоу. Гомельский державный медицинский университет – это выдатное сполучение науки и прогрессивных технологий, на иноушых обсталявания и сучасных методов научения. Профессийная подрыхтовка специалистов тут ожитивляется по двох специальностях – лечебная и медика – диагностичная справа. Студенты отримливают выключно якосные веды. Минавито тому во установе завсюду заховываются достатково высокие конкурсные баллы и постоянный интерес до ЕЕ як з боку белорусских, так и замежных абитуриентов. У нас из 28 стран, из Азии, Америки, Африки приезжают студенты. Все они стремятся получить образование, потому что в своих странах они получают подтверждение диплома. Поэтому мы качественное образование, поэтому и качественные студенты. Все лето во установе плануете набрать больше за 600 белорусских и больше за 100 замежных студентов на первый курс и подрыхтовочие отделения. Подать документы на бюджетные месяцы можно до 15 липеня. На платную форму на выучение по другого жниюня уключено. Проемная комиссия працует с 9 до 18 годин. До речи уже в первый день подачи документов в медуниверситете хапай жадающих выучиться тут. Я выбрала это учебное заведение, потому что меня привлекает профессия врача и все, что с этим связано, и я решила связать с этим свою жизнь. Я всегда хотел помогать людям и нужно укомплектовывать медицинскими кадрами больницы районные. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадио, компания Гомель. Меж тем, подчас уступной кампании на хвалях радио Гомель плюс будет протягиваться ознаймлений слухачев с высшими научальными установами областного центра. Завтра в студию программы «Задай, пытание уладе» будут запрошены представники Гомельского державного технического университета «Имя Сухого» в свою чергу 14 липеня Белорусского державного университета транспорту. Нагадаем свои пытанье. Подчас промого эфиру программы вы можете задать по номере телефона 37-100 с 10 до 11-1. У летний период хочется, как много больше, находится на свежем поветре, отшивающей хороство теплых солнечных ден. Как зарабить такие отпочинок максимально корыстным, а головно и обеспечным? Это пытание обмерковали удельники семинара практикума, который на передании прошел в ясли саде номер 40. Тема мероприемства – выкористание тенявых навесов и стационарного обсталявания с металличной конструкцией во установках дошкольной эдукации города Гомеля. Под обязанностей у наших корыспондентов. Сироту дельников семинара практикума – начальники отдела эдукации, спорта и туризма Гомельского Гарвы-Кангама и администрации районов города. Керунники установ дошкольной эдукации, а так само специалисты инших затекавленных городских структур и организаций. Тема обмеркования – выкористание тенявых навесов и стационарного обсталявания с металличной конструкцией во установках дошкольной эдукации Гомеля. И головное створение там беспечных умов знаходжения для выхованцев. Местом проведения семинара практикума ясли саде номер 40 обраны не выпадкова, по колью на один и дзе могут наглядно похвалиться подобным вопытам. Селета тут открыется додатковая группа, у якой будут выховываться больше за 20 детей. С метой обсталявания для малыша угольнявого участка у дошкольной установки вырошили выкористать сучасные технологии, которые будут максимально безопасными для выхованцев. Это травмобезопасное резиновое покрытие, антивандальное исполнение, то есть поликарбонат, используемый, допустим, в этой конструкции толщиной 16 мм, прочный материал и долговечный. Все болтовые соединения находятся на такой высоте, вне досягаемости детей. То есть все направлено на то, чтобы, не дай бог, ребенок не причинил себе никакого ущерба, используя наше оборудование. Подобные теневые навесы и обсталявания из металличных конструкций произношены для гульни, отпочинку и проведения с детьми занятков. Яны сдольны заховать от дожжу и снегопаду. При жадании их можно культуровать лавочками, орелями, предметами для заховывания цацак и иншими атрибутами доброго парадкования. До того же такие конструкции вельми худко сбираются, как правило, на протягу одного дня и так само худко разбираются, как переместить их у иншее место. Может разбираться, переноситься мобильно, то есть можно частично заменить какой-то элемент, если вот там изделие из поликарбоната частично там нарушило целостность по какой-то причине, то есть можно заменить ее безболезненно, не нарушая общего фона. В артознашить такие конструкции не потребует складания проектно-кошторысной документации, что так само робить проект больше танным. До прикладу, коль аналогичные стационарные капитальные будинки до школьной установки обыдуется у районе 150 миллионов рублей, теневые навесы каштуют от 40. Не глядяши на то, что гэтая сумма одрозниваются у разы, для многих и она так само застается непосильной, а тому патрабую пошыка у додатковых ресурсов и инвестиций. Эта тема достаточно актуальна, потому что мы все больше и больше приближаемся к периоду уже начала нового учебного года, подготовки к осенне-зимнему периоду. И здесь очень важно использовать различные варианты, которые помогут правильное решение принять руководителю, ну и в последующем либо этот опыт использовать в своей работе, ну а возможно, побывав на этом мероприятии, они найдут те ресурсы и резервы, которые в последующем им тоже помогут, скажем так, решить проблему теневых навесов. До речи, уже зараз есть организации, готовые супрацовничать упрасовывание дадзиного проекта. И это не дзюна, а бобяспешное и полновартостное детинство подрастающего поколения – залог здоровой, а значит счастливой будущей не краины. Вероника Ворошилина, Вольга Вальченко, Дмитрий Радзянко, телерадио «Компания Гомель». Импортозамешение застается приоритетным накерунком при створении новых вытворчостей. Практика показывает продукцию, которую выработали на Альшиной Сыровине с уликом по трабованию мясового госпожи Уца, корыстается великим попытом. Такий товар не только займает свою нишу на рынку, а лей дозволяя экономить в державе каштонную валюту. Работу товарыства с забмежеванной отказностью с Эльвин оценили корреспонденты агентства Телли Новинау. Раньше на этом месте стояли пустующие гаражи. Инвестор буквально вдохнул новую жизнь в заброшенное помещение. И сегодня это современное производство по выпуску бытовой химии, моющее и чистящее средства, средства для стирки. Широкий спектр продукции уже завоевал покупатели. Вся эта продукция ничуть не уступает зарубежным аналогам. Все компоненты, которые используются при производстве бытовой химии, соответствуют мировым стандартам. А вот отстирывающий эффект гораздо выше. Это доказано исследованиями независимых белорусских лабораторий. Кстати, до момента отправки на прилавки магазинов вся продукция проходит проверку на качество. Мы производим более 60 номинований продукции. Это средства для мытья посуды, жидкие средства для стирки, ополаскиватели и кондиционеры для белья, универсальные и отбеливающие средства, средства для дезинфекции, жидкое мыло. Вся продукция изготавливается по уникальным технологиям из высококачественного сырья, которое проходит строгий контроль в нашей лаборатории. Чтобы закрыть все потребности рынка, предприятие наращивает объем производства, расширили ассортимент выпускаемой продукции и создали более 30 рабочих мест. Хотя здесь еще помнят, как начинали работать коллективом всего в несколько человек. Сегодня это современное крупное предприятие. На предприятии CELIN PRO установлено современное европейское оборудование, позволяющее расширять ассортимент и обеспечивать высокое качество товара. Ассортимент выпускаемой продукции увеличился более чем в 10 раз. Наша цель – производство конкурентоспособных товаров, которые уже востребованы в Беларуси. Мы гордимся производством, которое мы создали, и будем его развивать. На предприятии уверены, новая линия бытовой химии завоюет авторитету покупателя не только в Беларуси, но и за рубежом. Андрей Ястребов, Василий Фаталеев, агентство Теленовостей. Шквалистое узмацнение ветру до 20 метров за секунду шакается у многих районах Беларуси. Синоптики областного гидрометацентра обвестили на ближайшие сутки оранжевую взрыву небеспеки. На большей шассе территории региону прогнозуются дожжи на вольнице местами моцной ливни. При на вольницах максимума узмацнений ветру до 15-20 метров за секунду. Температура поветра у нашей складе коле от 20-22 градусов. У дзенны годины от 26 до 29 градусов. У наступные дни температура поветра пошли понижаться. У пятницу шакается до 16 градусов у ночи и до 23 в день. А в субботу в 8-13 у ночный час и 15-20 в день. Махчимы дожжи и на вольнице. И на этом поколе все за развитем паде и сашиди по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побашения. Продолжение следует...